Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как такое отношение, понимаешь, работаю на износ из последних сил, прошу можно, чтобы он мне помог, доходит до истерии, конь в ответ, да ты, бездельница. Ну что, здесь можно сказать. Ситуация, конечно, неприятная. Ну, вне всяких сомнений, вот. Я думаю, я думаю, что тот факт, что вы работаете на износ, говорит о том, что вы себя обесцениваете. Вот. И муж, получается, отрегаливает вам ваше собственное отношение к себе. Вот. То есть вы работаете на износ, вы себя, получается, не цените. Вот, вы себя, вероятно, как-то вот, ну, не уважаете, да. К, ну, к сожалению, вы себя не уважаете. И, получается, такая история, что муж вам это просто-напросто отрегаливает. Вот, вот, и получается, что муж вам, по сути, ну, как-бы, отвечает. Вот, он вам отвечает. Вот. Тем, как вы себя относитесь. Вот. К сожалению. Поэтому вопрос, это, в первую очередь, о том, как получилось, так что я работаю на износ. Вопрос в том, как вы относитесь к тому, что вы работаете на износ. Вот. И вопрос в том, насколько это естественно для вас, судя по тому, что вы описываете, я бы, наверное, ну, предположил, что не совсем для вас это естественно, я бы предположил, что не совсем для вас это как-то вот, ну, комфортно. Я бы предположил, что вы страдаете. Я бы предположил, ну, я бы предположил, что вы страдаете. Я бы предположил, что вам как-то, ну, плохо. Вот. И, соответственно, ну, чувствует это. Чувствует, что вам не, ну, как-то не по себе. Вот. И, к сожалению, он просто отзеркаливает вам ваше отношение к себе. Вот. Поэтому, что касается именно вот конкретно понимания, да, то есть как это понимать, то вот то, как вы реагируете на это, то есть в первую очередь вам нужно опираться на себя. Да. Я вижу в этом, знаете, вот, такое, ну, обесценивание ваше отношение к себе. Вами, скажем так, ну, само себя. То есть вот то, что вы по сути дела спрашиваете, как вам к этому относиться, вот, то что по сути дела вы, ну, вам, точнее, как будто бы, вот, знаете, ну, как будто бы недостаточно вам себя в этом, то есть вам недостаточно, ну, своих чувств, да, вам недостаточно того, как вы это видите. Вы как будто бы хотите, ну, подтверждение, вот. И вот этот момент, он, на мой взгляд, является очень важным, то есть вот если мы говорим о системной, да, какой-то проблематике, то она, пожалуй, заключается именно в этом, в вашем недоверии себе. Так вот, так вот проявляется это самое недоверие себе у вас, по сути, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Как-то, как-то, как-то так, я бы, наверное, сказал, было. Какое здесь решение, я бы сказал, что решение здесь больше заботиться о себе, а решение здесь больше, ну, как-то, вот, прислушиваться к, ну, к себе, к себе самой, да. Вот. И я бы сказал, что, ну, решение здесь заключается в том, чтобы вырабатывать такое вот гармоничное, качественное восприятие, восприятие себя, чтобы не действовать, как, например, вы действуете сейчас на износ, ну, вот, как вы говорите, да, да. И я думаю, что тогда постепенно ситуация будет налаживаться. Я думаю, что тогда и муж будет к вам отношения менять, да, потому что он увидит, что вы как-то вот, ну, вы себя любите, он увидит, что вы себя уважаете, он увидит, что вы к себе как-то, ну, хорошо, адекватно относитесь. Вот. И у него перестанет возникать в голове, ну, такая идея, такая мысль, что вы можете быть бездельницей. Вот. То есть вам, ну, по сути, перестанет вас обесценивать. Так как это происходит сейчас, например, вот, к моему большому сожалению, то есть я прекрасно понимаю, да, я прекрасно понимаю, что вам неприятно. Это все. Я прекрасно это понимаю, но вот на данный момент ситуация такая. Ну, и, конечно, модель общения, конечно, модель взаимодействия с мужем тоже необходимо корректировать. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.